Еврофайтер Тайфун Страны пытались создать единственный для всей Европы современный самолет. Франция от проекта отвалилась довольно быстро, потому что хотела иметь более легкую машину. И этот путь в конечном итоге привел к созданию «Рафаль». Официально разработка самолета началась в 1983 году, а уже 27 марта 1994 совершил полет первый прототип истребителя Диа-1. Еврофайтер поднялся в небо на 6 лет позже, чем Гейпен, и на 8 позже «Рафаля». За это время СССР успел развалиться, угроза глобальной войны снизилась и начался процесс падения Европы в спячку коллективной безопасности. Прямо говоря, плохое время для любого нового вооружения. Поэтому первый заказ на Еврофайтер был сделан только в 1997 году, более того, не был выполнен. В частности, страны-разработчики суммарно планировали закупить 620 машин, в результате реально заказано было 530 самолетов. Например, Великобритания закупила на 62 Еврофайтер меньше, чем первоначально планировалось – 160 единиц. Более того, до звания истребителя 4+, Еврофайтер дошел не сразу, поскольку возможность использования полного высокоточного арсенала вооружения для поражения наземных целей появилась у самолета только в 2006 году. Путем установки контейнера лазерной подсветки целей – Литянинг-3. Окончательный выход на все возможности поражения наземных и воздушных целей пал на 2014 год, когда самолет получил обновление под длинным названием «Second Element of the RAS-1 Enhancements P1EB». Оптико-локационную станцию «Пират» для наведения ракет без включения РЛС, что необходимо для запуска ИРИСТИ и АИМ-132 АИСАР. Еврофайтер ФГР-4 уже имеет все операционные боевые возможности – дальнобойные ракеты «Воздух-воздух-метеор» от MBDA с дальностью поражения до 200 км и средней дальности АИМ-120 Амраам. Тайфун первоначально создавался как истребитель завоевания преимущества в воздухе, но в ходе разработки и эксплуатации он получил возможность наносить удары по наземным целям, превратившись в многоцелевой боевой самолет. Для работы по наземным целям установлен Литянинг, позволяющий использование высокоточных бомб ПВВ, ракет «Бримстан», а также другого вооружения с полуактивной лазерной наводкой. Конечно, есть возможность использования крылатой ракеты «Штормшедов». Также сразу необходимо отметить высокую боевую нагрузку самолета, который имеет целых 13 точек подвески, одна для Литянинг, и может нести общий вес до 9 тонн, что на тонну 300 больше возможностей F-16 Блок 5052, и на две точки подвески больше, при этом у F-16 две точки предназначены для сенсоров. Реальный боевой радиус для миссии с нанесением ударов по наземным целям составляет 600 километров, с низковысотным профилем полета на всем участке и с использованием трех подвесных топливных баков. Для сравнения аналогичная миссия F-16, но со смешанным профилем «Хайло Хай» имеет боевой радиус в 550 километров. Еще одно преимущество Еврофайтер – Суперкруз. То есть возможность сверхзвукового полета на крейсерской скорости, составляющей 1,2, 1,4 маха, в зависимости от конфигурации нагрузки. И только четыре серийных истребителя в мире имеют Суперкруз. Вдобавок в Еврофайтер предприняты меры по уменьшению заметности на РЛС. Встроен комплекс РЭП, установлена система обмена информацией между самолетами, когда возможно производить пуск по данным с другого борта. Самолет имеет значительную маневренность в ближнем бою, быстроподъемность 315 метров в секунду и теговооруженность на уровне 1.15 в конфигурации для воздушного боя. И единственное, что часто относят к недостатку самолета – это РЛС-кептор с механическим сканированием. Несмотря на то, что этот радар называют устаревшим, речь идет о достаточно мощном устройстве, которое способно обнаруживать цели СПР в 1 квадратный метр на дальности 185 километров и отличать наземные цели с разрешением в 1 метр. Более того, этот радар имеет три отдельных канала – первый для выявления целей, второй – сопровождение и идентификации. А что касается третьего, то информация разная. Одни источники говорят о том, что он служит для установления препятствий, другие – наоборот, для их преодоления. Но этот радар все же заменяют на цепторе, с активной фазированной антенной-решеткой и огромным углом обзора, за счет механического перемещения до 200 градусов. Конечно, после этого остается один вопрос – если Еврофайтер настолько крут, то почему он не так популярен? И сразу нужно учесть, что все, что описанное выше, касается уже машин, созданных на уровне 2000-х годов, а процесс модернизации еще не завершился. Самолет постоянно получает обновления, идет разработка других и создается впечатление, что машину достраивают прямо на ходу до сих пор. До этого Еврофайтер заслужил, и справедливо, звание долгостроя, создание которого сопровождалось едва на разборками в судах, спорами по финансированию, сокращениями заказов и даже борьбой за название. В частности, немцам не понравилась «Тайфун», потому что это британский истребитель Второй мировой, и только угроза Лондона назвать его «Спитфайр» оказала влияние на Берлин. Еврофайтер «Тайфун» получился дорогим, его стоимость за единицу на уровне 2007 года оценивалась в 120 миллионов долларов за машину, с запчастями и обучением, и это для внутреннего потребителя – Германии. Также крайне спекулятивная стоимость одного лётного часа, которую разные источники отмечают на уровне от 8 до 18 тысяч долларов. А также то, что продажа Еврофайтер через использование системы обмена информацией на базе ЛИНК-16 зависит от разрешения США. И совокупно, это уже ответ на вопрос, почему Еврофайтер не стал бестселлером на рынке.